Я представлю случай, который даст возможность поговорить о том, о чем я не упоминала в докладе, но об этой ситуации говорил Борис Владимирович в своем докладе. Мы провели гаплоидентичную трансплантацию пациенту с резистентной лимфомой Ходжкина, при этом использовали блинтоксимапу у этого пациента. И я сейчас расскажу, как это все было и как у нас получилось. Диагноз пациент из Москвы исходно, точнее он где-то не из самой Москвы, но лечился в Москве. И в момент постановки диагноза, в 2011 году ему было 16 лет, подросток, диагноз звучал следующим образом. Нодулярный склероз, 4-я Б стадия с поражением тригрудных, шейных, надключичных, лимфоузлов, легочной ткани правого легкого, плевры по контакту, лимфатических узлов, брюшной полости, забрюшинных, лимфатических узлов. У него была очень большая опухолевая масса, было 4 очага более 5 сантиметров. И из них 2 очага, оба располагались в предостении, были 9 на 9 на 12 сантиметров. Таких очагов было 2. Пациента начали лечить. Первая линия 4 цикла биокопы скалированных. Частичный ответ был получен по компьютерной томографии, и поэтому совершенно законно и резонно ему провели еще 4 цикла биокопа эскалированных. Конечно, получилось суммарно 8 эскалированных биокопов, достаточно токсично, но полного ответа получено не было. Оставался остаточный такой очаг, и была проведена лучевая терапия. Шея с двух сторон, забрюшинное пространство, средостение, корень правого легкого был тоже облучен. Ну и еще тут, в общем, лучевая терапия описана. Как она проводилась, может быть, потом Николай Васильевич прокомментирует. Далее, через месяц после лучевой терапии, то есть сразу по окончанию лучевой терапии, констатировано прогрессирование заболевания. Значит, все 8 биокопов лучевой терапии никакого... Были проведены зазря, на мой взгляд, потому что эффекта не было. Увеличение шейной группы лимфоузлов. Параллельно был выявлен аспергиллез легких. И лечение... И здесь клиницисты стали перед очень сложным вопросом. Что это? Аспергиллез легких или там есть еще и лимфома? Как их отличить друг от друга? Если это все и ПЭД-позитивно, и выявляется галактоманановый тест, и другие тесты. Ну, сначала решили полечить аспергиллез. И лечили его. И действительно, вроде немножечко картина по легким улучшилась. Но поскольку очаги не исчезли, была выполнена повторная биопсия лимфоузла. И в итоге... А тут что-то экран погас. Я что-то, может, не сделала с ним? Вот тут вот. Нельзя исправиться. Значит, потом была сделана повторная биопсия. И был подтвержден диагноз лимфомы Хочкина. Пациенту была проведена вторая линия терапии. Достаточно интенсивной. И был получен полный ПЭД-негативный ответ уже в 2013 году. И в 2013 году выполнена аутотрансплантация с режимом кондиционирования бендомустин-милфолан. Не очень типичный режим кондиционирования, особенно для центров трансплантационных Петербурга. Мы обычно БИМ используем. Эта трансплантация была выполнена в Москве. Но, может быть, это и хороший на самом деле режим кондиционирования. Милфолан в большой дозе. Бедномустин в хорошей дозе. Тем не менее, год продлилась ремиссия. Потом рецидив заболевания. Он был выявлен в забрюшинах лимфоузлах. И причем за этот год этот калгомерат вырос 5 на 10 сантиметров. То есть опять очень крупный очаг. Снова начинается химиотерапия. На этом этапе пациент обратился к нам в клинику по просьбе наших московских коллег. Он вышел из подросткового и детского возраста. Перешел во взрослую сеть. Был совместно консультирован специалистами детского центра. И из центра имени профессора Блокина. Была рекомендована терапия ретоксимаб гемзарауксалиплатин. Для того, чтобы выиграть время, пока идет поиск для пациента брентуксимаба. Который был ему обеспечен фондом «Подари жизнь». И уже в нашем центре с февраля 2015 года началось лечение брентуксимабом. Проведено 4 цикла терапии. Наступил очень быстро. Буквально с первого цикла мы уже увидели какой-то клинический ответ. И полный метаболический ответ был зарегистрирован после третьего введения препарата. Четвертый цикл. На всякий случай мы провели в сочетании с бендамустином, пока мы решали вопрос о доноре у этого пациента. Мы протипировали пациента. Выяснилось, что его родной брат гаплоидентичен. В международном регистре было очень маленькое количество доноров. И поэтому мы решили воспользоваться костным мозгом, гемопоэтическими слоевыми клетками брата пациента. Расплантация была выполнена 6 июля 2015 года, то есть год назад почти что. Обратите внимание на режим кондиционирования, про который говорил Борис Владимирович и показывал эту схему в своей лекции. Что здесь важно? Мы, воспользовавшись опытом МДА-центра, взяли бендамустин и флюдорабин. Причем, посмотрите, какая это маленькая доза флюдорабина, всего 3 дня по 30 мг на метр квадратный. Бендамустин 130 мг на метр квадратный. В те же самые 3 дня по существу это амбулаторная схема. Далее, к пациенту переливается костный мозг и очень важен режим профилактики реакции трансплантат против хозяина. У нас наполовину совместимый костный мозг, только наполовину. И вот мы вводим циклофосфан 2 дня подряд, 3-4 день и усиливаем эту терапию токролимусом и салсептом у данного пациента. Обратите внимание, что у этого пациента вообще не снижались нитрофилы меньше, чем 0,5, не снижались тромбоциты меньше 20 тысяч. И химеризм где-то около месяца был 65%, и полтора там около двух месяцев он был 95%. И так и остается до сих пор полный 100% химеризм. Это означает, что все клеточки костно-мозговые у пациента имеют донорское происхождение. Далее, пациент уезжает в Москву. То ли он не получил, пропустил какое-то введение токролимуса, то ли еще что-то. Но у него развивается острый эпизод реакции трансплантат против хозяина только со стороны кожи, но достаточно выраженной третьей степени. И как доктора зафиксировали на фоне снижения концентрации токролимуса. После того, как концентрация была возвращена к норме, реакция трансплантата против хозяина со стороны кожи была купирована. И никаких дополнительных введений гормонов и так далее пациенту не проводилось. Но вскоре после этого была выполнена позитронно-эмиссионная томография всего тела. И какие-то у него появились очаги метаболической активности. Очень низкая, но тем не менее в печени суф был 2,2, поэтому это будет считаться у нас как 5 подвиль. В шейных лимфоузлах, но все эти лимфоузлы менее 1 сантиметра. Откуда взялась эта метаболическая активность, я не знаю. Расценивать это как начинающийся рецидив заболевания или это что-то другое, я тоже не знаю. Известно только, что у пациента были еще изменения в еремных и подчелюстных лимфоузлах. И там они были воспалительного характера. Потому что были очаги в ротоглотке, которые могли дать и увеличение метаболической активности в соответствующих лимфоузлах. На тот момент мы расценили это все как сохраняющаяся полная ремиссия. Но далее, тем не менее, ремиссию мы считали, что сохраняется, но что риск-то повышен рецидиву у этого пациента, мы тоже хорошо понимали. И поэтому была такая у нас возможность. Еще оставался у нас брентуксимаб. И мы стали проводить ему такую консолидирующую, хотите считайте, лечебную терапию брентуксимабом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Более того, после второго введения брентуксимаба мы отменили ему окончательную иммуносупрессивную терапию. Была отмена токролимуса. И после отмены токролимуса еще усилили терапию введением донорских лимфоцитов. Исходная доза донорских лимфоцитов очень маленькая. 1 на 10 в пятой степени это очень мало. Такая нормальная доза донорских лимфоцитов это 5 на 10 в шестой, вот примерно так. Но у пациента была реакция трансплантат против хозяина. Острая, третьей степени, поэтому мы боялись какой-то бурной реакции не только со стороны кожи. Поэтому доза лимфоцитов была выбрана вот такая пробная, минимальная. Дальше она увеличивалась 1 на 10 в пятой, 2 с половиной на 10 в пятой, опять 2 с половиной на 10 в пятой. И потом 1 на 10 в шестой. И в принципе планируется дальше увеличение дозы донорских лимфоцитов. Очень удобно. У нас брат-донор, он всегда под рукой, и мы всегда можем использовать его лимфоциты. А вот если бы у нас был не родственный донор, наверное, у нас бы уже кончились донорские лимфоциты к этому моменту. И использовать нам было бы нечего. Или дополнительно платить за эти донорские лимфоциты, опять обращаться в международный регистр. И все это, естественно, контролировалось ПЭТ-КТ. Последняя ПЭТ-КТ здесь приведена. Не надо все это читать. Значит, красным цветом я выделила некоторую ПЭТ-позитивность у пациента, которая сохраняется до сих пор. Но обратите внимание, что лимфоузлы у него все равно маленькие. Они вот здесь полсантиметра, 1,6 сантиметров, наибольший диаметр. Где-то тут еще 0,7 сантиметров, 1,6 сантиметров по длиннику и так далее. Как это расценивать? Я думаю, что никто не знает. Надо собирать материал, надо собирать литературу. Что происходит с лимфоузлами, с метаболической активностью, если мы вводим донорские лимфоциты? Они же как-то должны где-то разыскивать эти оставшиеся резидуальные лимфомные клетки. Наверное, туда должны притягиваться, соответственно, и макрофаги, у которых очень высокая метаболическая активность. И чем вызваны вот эти низкие цифры метаболической активности, мы на настоящий момент не знаем. Но поскольку ПЭТ остается так слегка позитивный, я бы сказала, мы планируем дальше продолжать пока ту же самую тактику. То есть брентуксимаб с донорскими лимфоцитами, но поскольку нет реакции трансплантат против хозяина этого пациента, несмотря на то, что, помните, наполовину совместимый костный мозг, мы будем увеличивать, мы планируем увеличить следующую дозу на 5, на 10, в 6 CD3 позитивных клеток у этого пациента. Спасибо за внимание. Есть ли какие-то вопросы к Наталье Борисовне? Да, пожалуйста. Наталья Борисовна, скажите, пожалуйста, а Вы, как Вы думаете, может ли существовать после аллогенной трансплантации на такое состояние, как, например, мы наблюдаем при хроническом минилоликозе, когда отмечается флюктуация, например, транскрипта BCR-ABL, но, тем не менее, полноценного гематологического рецидива не наступает, то есть есть определенное иммунологическое сдерживание. Можем ли мы наблюдать то же самое при лимфоме Ходжкина после аллогенной трансплантации? Мы это и наблюдаем на самом деле у пациентов после аллогенной трансплантации. Во-первых, если до аллогенной трансплантации болезнь пациента протекала достаточно бурно, и у этого пациента, и у других пациентов, которым мы делали аллогенную трансплантацию, то после трансплантации она как бы замирает. И если даже происходит рецидив, то он какой-то локальный, этот рецидив очень вялый, и он хорошо поддается терапии. И быстрой прогрессии, как правило, у большинства пациентов не происходит. И нам удается год, два, три очень какими-то такими скудными средствами на самом деле сдерживать развертывание этого рецидива по-настоящему. Мне кажется, да, потому что реакция трансплантат против лимфомы здесь работает. Конечно же. И сейчас, наверное, она еще и больше будет работать, потому что это гаплотрасплантации. Прошел год. Как раз год, два года. Это то время, когда восстанавливается нормальный донорский иммунитет. И вы знаете одного нашего пациента, у которого полная ремиссия практически спонтанно, можно сказать, ну с помощью там тоже бринтоксимаба немножко, была получена через два года после логенной трансплантации. И сейчас она является стойкой. И он не принимает ни одной таблетки. Я ответила? Можно тоже такой маленький комментарий? Но ведь по поводу вот этой вот остаточной ПЭД-позитивности после лечения, есть же все равно такая точка зрения, что для динамического наблюдения после достижения эффекта не всегда необходимо использовать ПЭД. Если математические размеры очагов не увеличиваются и остаются в пределах нормальных значений, то в принципе можно быть за этого пациента спокойным и дальше отправлять его под динамическое наблюдение. Потому что ведь достаточно большое количество все равно ложноположительных результатов есть. Да, достаточно много, поэтому мы думаем, что может быть ничего плохого с этим болезнью не происходит. В том-то и дело, просто к КТ и этого будет достаточно. Может быть достаточно только КТ. Но знаете, всегда как-то не очень уютно, когда было состояние ПЭД-негативности, какое-то у пациента, а потом оно становится, переходит в ПЭД-позитивный, хотя не очень, с большими очагами, с маленькими. Спасибо большое. Камриняш, пожалуйста, еще вопросы. Спасибо большое за этот доклад. Наталья Борисовна, вот у меня вопросы применительно к этому случаю, который был предыдущий, о котором я очень хорошо в курсе. Вот мы ежегодно, так или иначе, и из группы промежуточного риска, которые идут в первой линии на БВД, и группа распространенная, которая на бекопах усиленных, бекопах 14, все равно имеем определенную статистику неудачи. По-любому. И как только мы констатируем неудачи, естественно, мы используем режимы так, чтобы это было, ну, по принципу ДАП и ГЕФ-АЙС, то есть таким образом, чтобы максимально сохранить возможность сбора клеток. Но так или иначе, пока мы выполняем селвич-терапию, я верным образом отправляю документы и коллегам в Санкт-Петербург, в несколько центров и в Москву, профессору Мельниченко, время идет. У людей, так или иначе, люди могут поменять несколько линий. Поэтому вот мой вопрос касательно вашего опыта. Если все-таки, вот ДАП и ГЕФ-АЙС, несколько линий второй терапии было пройдено, какой-то лимит есть, после которого вариант АЛА вы рассматривать не будете в принципе? Или при наличии совместимого донора, включая ГАПЛа, вы станете, вот, пациент будет являться кандидатом? Вы знаете, неважно, наверное, сколько линий терапии получил пациент перед аллогенной трансплантацией, важен его статус перед аллогенной трансплантацией. Все-таки нам нужно получить ответ. Это может быть частичный ответ или очень хороший частичный ответ. Не хочется делать аллогенную трансплантацию в ситуациях, когда ответ вроде бы есть, а через три недели опять начинается прогрессирование. Вот это плохой вариант, потому что эффект реакции трансплантат против лимфомы разворачивается очень медленно. Это значит, что в посттрансплантационном периоде точно будет рецидив. И, наверное, в этих ситуациях лучше добиваться ремиссии предтрансплантационного статуса, вот хорошего, с помощью иммунотерапии. Ну вот брентуксимаба, например, да, или сочетание брентуксимаба с какой-то химиотерапией. Если в результате всех режимов второй линии терапии, сколько бы их там ни было, общее состояние пациента не пострадает, то есть у него останется нормальный креатинин, нормальная функция печени и почек, то количество линий терапии не будет препятствием для трансплантации. Ещё, конечно, у него не должно быть кохексии на момент принятия решения о вологенной трансплантации. А она может быть, если вы провели три линии вторых этих режимов. Пациент же болел в это время, он мог продолжать худеть. Вот, в общем, если у него нормальный вес, если нет других противопоказаний, сам факт проведения большого количества не будет противопоказанием. Хотя, конечно, нам хочется, чтобы этих линий было меньше, потому что токсичность всё-таки накапливается. Ну, позвольте тоже прокомментировать. Комментируйте, поднял самый главный вопрос, наверное, разрыв центров, которые проводят вторую линию, тех центров, которые занимаются трансплантацией. Безусловно, и ТХА, ПА, и САИГ, это режимы химиотерапии абсолютно с тождественной эффективностью. И все они как бы дублируют друг друга. И фактически, конечно, идеальный вариант – это проведение второй линии терапии в том центре, который будет делать трансплантацию. Ну, исключительно всё здесь лимитировано какими-то техническими нюансами организационными. Потому что даже вот Джоман Ходжкин Стадий Групп в неопубликованных своих последних работах показывает, что тайминг – очень важный момент. И даже если удаётся уменьшить интервал между ТХАПами до 14 дней, ну, это сложно, конечно, но 14-15, то результаты лучше, чем проведение таких же курсов в какие-то стандартные 21-дневные сроки. Но вот, наверное, это самая большая наша проблема, что мы фактически делаем ядрогенную резистентность, что вторую линию надо начинать, места, где больной будет трансплантироваться, нет. Есть какие-то организационные моменты между химиотерапией и заготовкой клеток. Проходит ещё какое-то время. И поэтому вместо того, чтобы получить всю химиотерапевтическую помощь в течение 40-50 дней, больные получают всё то же самое в течение 100-120 дней. И таким образом многие наши усилия нивелируются. Во многих случаях внутри Петербурга нам даётся решить эту проблему с другими больницами. Мы созваниваемся и после другой центр, другая больница проводит химиотерапию, а в нашем центре, например, после второго ТКАП мы делаем мобилизацию, и на третью химиотерапию отправляем в ту же самую больницу. Не у всех, но у многих это получается на самом деле. Но вот вы сказали ещё, что тайминг, да, он очень важен. Нитрогенная, конечно, тоже существует, химиорезистентность, безусловно. Но есть и другое. Если, да, пусть тайминг не очень-то выдержан, но так более-менее. Если у пациента всё равно происходит рецидив, наверняка такова биология его лимфома. Это безусловно. Он и потом у него произойдёт. И здесь уже, если вы проводите второй режим, третий режим, надо думать, а надо ли их проводить вообще в этой ситуации. Может, сразу нужно задуматься об аллогене, интерсплантации. Спасибо. Есть ещё какие-то вопросы?